Члены Совета Республики Национального Сходу Республики Беларусь протягивают работу в регионах. Сегодня Жихара Мирогачева сострыкауся старшиня постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Севец. Под обязанностью в материале наших корреспондентов. Органы улады местовой Жихары звертаются достаточно часто. Все лета только в райвыконкам поступило около 600 зворотов. При этом все больше граждан отдают перевод электронному варианту. Что тышится тематик, то больше всего местовое населенство хвалюет дорожные проблемы и работа жилево-коммунальной господарки. У приватности размовы идти об ремонте шмат поверховок и якости пятной воды. Почас сегодняшнего приема огучивается еще одно питание. С середины липеня этого года в Беларуси денежный указ президента номер 127, который регламентует аппараты компенсации населенству расходов при установке в домах электрообсталявания. Как шакается в связи с пуском Беларусской атомной станции, этот процесс будет проходить все больше активно. Разом с тем, для практичной реализации указа необходимо привести у отповедность и иншие законодавшие акты. Непосредственно в Рохачевском районе такое обсталявание пожадали установить каля 70 человек. 16 их подали заявы на выплату компенсации. Час для принятия решения 6, но вызначиться с ним необходимо уже зараз. После того, как граждане производят работы по реконструкции, вводятся в эксплуатацию в обязательном порядке после проведения этих работ. И затем подают заявление на возмещение своих расходов, понесенных частей своих расходов. И после этого мы уже, соответственно, принимаем административное решение. Реальную допомогу в решении этой ситуации могут заказать у Совете Республики. У принципе, это обычная практика. После уступления документа в силу не працовывается ответный опыт, после чего уносятся коррективы. Сергей Севец обещает детальово выучить это вопрос и при необходимости вернуться в Галиновые министерства. Совет Республики является палатой территориального представительства. Поэтому выездные приемы граждан – это один из очень важных элементов нашей повседневной работы. Мы как раз посредством приема граждан, посредством приема должностных лиц, тех же исполнительных комитетов районных сайтов депутатов, как раз призваны выявить возможные пробелы либо проблемы с точки зрения реализации нормативно-правых актов, как законодательных, так и подзаконных. Возможно, ситуация какой-то правовой неопределенности, которая так или иначе препятствует реализации субъективных прав граждан. Поэтому эти все вопросы зафиксированы. Мы возьмем их на контроль, мы проработаем, и по каждому вопросу будет дан полный и аргументированный ответ. В случае, если понадобится изменение действующего законодательства, значит, мы предпримем конкретные шаги по инициированию изменений нормативно-правых актов. Еще одно место встречи с Жихарами Рогачева – Державный профессийно-технический колледж-будовников. Размова с работниками установы о политической ситуации Украины и проведении конституционной реформы. Подчас проведения диалоговых плясовок поступило шмат пропанул по досконаливанию законодательства, но часто они мают супраслеглый характер, а тому потребуют глубокого анализу. В течение этой деятельности профессийно-технических колледжев, которые должны выпускать подрыхтованных во всех относенных специалистов, Рогачевская установа в этом плане может быть ориентиром для інших. Профессийные кадры – обсталявание, которое позволяет научить использование современных технологий, в том числе сферы хов-працей. В качестве подтверждения – прозовые места на международных и республиканских конкурсах молодых будущих. И стопроцентное размеркование после закончения учебы. Мы получаем благодарственные письма, и когда наши дети проходят производственную практику где-то на других объектах, то есть не в стенах колледжа, и приходят благодарственные письма, что хорошие специалисты, хорошее воспитание, мы гордимся этими детьми.